Мы продолжаем цикл наших передач, посвященных Сталину и его времени. Как известно, согласно представлениям нынешней либерально настроенной интеллигенции, каждый уважающий себя деятель, живший во времена Сталина, должен был быть хотя бы немного репрессирован. То есть, если там не расстрелян и посажен, то хотя бы подвергался каким-нибудь сгонениям и прочим жизненным невзгодам. Поэтому неудивительно, что многие мемуаристы из числа известных деятелей, живущих сейчас, старательно вспоминают, как их там обижали, якобы во времена Сталина. Но при этом в категории таких невинно репрессированных кое-кого пытаются занести и посмертно. В частности, это касается поэта Сергея Есенина. Вот я зацитирую несколько цитат из различных источников. Поэзия Есенина была запрещена. Имя его было приказано забыть. За чтение стихов поэта полагалась 58-я статья. И ее получали. Революционному народу упадническая поэзия вредна. Компания борьбы с Есеничиной продолжалась не одно десятилетие. Это я цитирую некого Эдуарда Хлысталова, который написал ряд статей, посвященных жизни Есенина. Было запрещено печатать и читать стихи Есенина. Говорить о нем боялись. Исследователь жизни и творчества поэта, следователь по особым делам МВД Э. Хлысталов, позже расскажет, как его собственный отец, играя по воскресеньям на гармонике, тихо, чтобы не было слышно за дверью, напевал песни на стихи Есенина. Видимо, кто-то из соседей расслышал слова, потому что однажды ночью пришли трое мужчин, увели отца, и он пропал навсегда. Стихи Есенина любили и ценили сам император Николай II и его семья, знаменитый поэт Александр Блок, поэт Николай Клюев, простой люд России и интеллигенция. Мы знаем и помним его стихи, когда они были запрещены, всегда читали подпольно, передавая как сокровище из рук в руки. И ни одного поэта в России еще не истребляли и не запрещали с таким остервенением и упорством, как Есенина. И запрещали, и замалчивали, и принижали достоинстве, и грязью обливали, и делают это до сих пор. Невозможно понять почему. С 1926 года произведения Есенина были запрещены в течение 29 лет. Ну, тогда давайте проявляем этот поток завываний, и давайте посмотрим, как было на самом деле. Как известно, в нашем городе есть Российская национальная библиотека, в свое время это называлось публичной библиотекой. Чтобы проверить, как же обстояли дела с изданиями Есенина во времена Сталина, я пошел в эту библиотеку, и вот что там нашел. Что выясняется, следующая картина. Как известно, Есенин покончил самоубийством 28 декабря 1925 года. Уже на следующий год, то есть в 1926 году, была издана книга Сергея Есенина «Черемуха. Стихи» в издательстве «Детская литература». А до времен с этим были изданы избранные стихи Есенина, тоже в Москве, в издательстве «Огонек». Опять же, в Москве, в том же 1926 году, была издана поэма Есенина «Песнь о великом походе» в издательстве Академии в Хутемасе. Опять же, в 1926 году началось издание «Собрание сочинений Есенина в четырех томах». Это издание было осуществлено в 1926 и 1927 годах. То есть, первые два тома вышли в 1926 году, а следующие два в 1927. Поскольку, видимо, издание было популярным, то год спустя его выпустили вновь. И четырех томник «Собрание сочинений Есенина» второй раз был издан в 1927 и 1928 годах. Опять же, в 1927 году была издана книга «Избранный Есенин. Стихи и поэмы». Причем, она издавалась в Москве и в Ленинграде госиздатом. В 1927 году выходит фотоальбом, посвященный Есенину, включающий в себя 42 фотографии. В 1931 году издается книга «Стихов и поэмы Есенина» в Москве, издательство «Федерация». В 1933 году издается сборник стихотворения Есенина в Москве «Московским товариществом писателе «Интернационал». В 1934 году, то есть в 1934, опять же, издается стихотворение Есенина в Москве, но уже гос. летиздатом. В 1936 году выходит книга Есенина «Земля. Стихи о природе». Дальше начинается эта известная большая чистка «Ежовщина». Но опять же, после нее, в 1940 году, издается книга «Стихотворение Есенина» со вступительной статьей «Дымшица» в Ленинграде издательством «Советский писатель». В 1943 году, уже во время войны, когда, в общем-то, казалось бы, у нашей страны есть какие-то более важные задачи, чем издание стихов, но, тем не менее, АГИС, то есть Государственное издательство художественной литературы, издает в 1943 году сборник стихов Есенина. Уже после войны, в 1946 году, издается книга «Избранные», то есть «Избранных стихотворения Есенина» в Москве, Государственным издательством художественной литературы. А два года спустя, то есть в 1948 году, издается сборник русской и советской поэзии, где среди множества авторов есть также и стихи Есенина. Ну и, наконец, уже в самом конце сталинской эпохи, в 1952 году, издается книга «Избранные стихотворения Есенина» госледиздатом, а в 1953 году издается книга «Стихотворения Есенина» в Ленинграде издательством «Советский писатель». Ну, возможно, что были и другие издания Есенина за эти годы, но я их там просто не нашел. То есть, как мы видим, в эти все годы, упомянутые нашими забывателями и обличителями, Есенина не только издавали, но и издавали достаточно регулярно. То есть, практически, если не каждый год, то уж через каждые 2-3 года точно какая-нибудь книга Есенина все-таки выходила в свет. Ну, естественно, кто-то может сказать, что, вот, дескать, Есенина издавали слишком мало, но даже если так, то это, в общем-то, отнюдь не гонения и не репрессии. И вряд ли у нас издавали стихи Есенина для того, чтобы потом, значит, сажать всех покупателей, которые эти стихи купят. Ну, что же касается всех этих душераздирающих россказней про всякие семейные истории, как кого-то посадили за песни Есенина, то я могу сказать то, что уже повторял, что людям свойственно, как бы, стыдиться своих позорных поступков, и поэтому они пытаются себя представить в лучшем свете. И, естественно, что если, например, вот ребенок спрашивает, а вот за что посадили дедушку при Сталине, то, честно, ответить, что дедушку посадили за то, что он был вор, взяточник, или за то, что он писал ложные доносы, на это способны очень немногие. Гораздо удобнее выдумать, что вот дедушку посадили там за опоздание на пять минут на работу, за какой-нибудь там анекдот, или вот, как в данном случае, за песни Есенина. Тут, значит, всем как бы хорошо, только единственное, что при этом оплевывается вот та советская эпоха.